Панкреатит, желтуха и нарушение пассажа пищи у новорожденных. О каком заболевании можно наговорить и заподозрить? Итак, шестидневный новорожденный. Какой тип эхоэндоскопа выбрать, чтобы определить причину этого состояния? Смотрим. Добрый день, уважаемые коллеги! Приветствую вас на плейлисте эндоскописта. Сегодня мы добавим новый случай, который будет называться удвоение 12-перстной кишки у новорожденного. Вообще удвоение желудочно-кишечного тракта – это редкий порог развития, который может локализоваться в любом отделе пищеварительной трубки. Частота встречаемости составляет 1 на 4,5 тысячи новорожденных детей. В 1937 году Уильям Лед впервые предложил термин «удвоение» и определил критерии постановки диагноза. Во-первых, это тесная анатомическая связь с частью желудочно-кишечного тракта, это наличие слизистой оболочки и хорошо развитый слой гладких мышц. Причина развития в настоящий момент до конца неизвестна, но одна из вероятных теорий – это отклонение в стадии вакуолизации кишки со шнуровкой нескольких этих самых вакуолий. Непосредственно удвоение двенадцатиперстной кишки встречается, по мнению ряда авторов, от 2 до 12% случаев всех дупликаций желудочно-кишечного тракта. Чаще всего они сферические, не сообщаются с просветом двенадцатиперстной кишки, тесно прилежат к протоковой системе печени и поджелудочной железы. По расположению подразделяются на интралюминарные, то есть когда удвоение просвета разделяют слизистые оболочки и тонкий слой соединительной ткани, и экстралюминарные, когда между ними находятся два слоя гладкой мускулатуры. Осложнение – это высокая кишечная непроходимость, это желтуха и панкреатит, который по ряду авторов встречается до 53% случаев всех удвоений двенадцатиперстной кишки. Какие же методы диагностики? Во-первых, это, конечно, трансабдоминальное ультразвуковое исследование, в том числе на этапе паринатальной диагностики. Это может быть компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, а также эндоскопия, когда мы можем визуализировать с давлением просвета двенадцатиперстной кишки, в том числе отсутствие большого додонального сосочка в тех случаях, если он располагается непосредственно в дупликации. А также еще один метод диагностики – это сцинтиграфия с использованием технеция, в тех случаях, если мы подозреваем гетеротопию слизистой желудка в область дупликации. Лечение испокон веков считается исключительно хирургическим, однако по данным литературы, и вот в частности приведенной здесь статье, наши коллеги использовали эндосонографический зон для определения анатомии удвоения двенадцатиперстной кишки. Если общая стенка, разделяющая двенадцатиперстную кишку, включала в себя систему желчевыводящих путей или протоков поджелудочной железы, то было рекомендовано хирургическое лечение. Если же протоки панкреатобилярной системы были вне зоны дупликатуры, выполнялась эндоскопическая резекция общей стенки двенадцатиперстной кишки. Итак, наш клинический случай. Внутриутробно у ребенка была диагностирована энтерокиста. Сразу после рождения он был госпитализирован в детскую филатскую больницу города Москвы, и по данным обследования, вот здесь на компьютерной томографии вы видите дивертикулоподобные выпячивания в области нисходящего отдела двенадцатиперстной кишки. Этому ребенку было решено выполнить эндосонографию. И вот в возрасте шести дней жизни мы выполнили это исследование с помощью ультразвукового бронхоскопа в просвете желудочно-кишечного тракта. И в области нисходящего отдела двенадцатиперстной кишки определяется кистозное образование с типичной для желудочно-кишечного тракта пятислойной эхостенкой. Однако при детальной оценке мы видим единый гипоэхогенный слой, а именно это мышечная оболочка, переходящая с просвета двенадцатиперстной кишки на данное кистозное образование. При этом перегородка между ними не связана с этой мышечной оболочкой, в связи с чем было предположено интралюминарное удвоение двенадцатиперстной кишки. Выполнена лапароскопия, вскрыт просвет двенадцатиперстной кишки, в рану выведена их общая стенка, которая также была вскрыта. И обратите внимание, внутри просвета этой дупликации определяются идентичные эпители, характерные для двенадцатиперстной кишки. Максимально общая стенка была иссечена, создан единый просвет двенадцатиперстной кишки. И этот ребенок в один месяц пришел к нам на контроль, никакой деформации просвета не определяется, визуализируется большой додональный сосочек, и что самое главное в этой ситуации, большое количество желчи в просвете двенадцатиперстной кишки. Итак, что же мы увидели на эндосонографии? Пятислойная стенка. Обратите внимание на гистологический препарат. Два гиперэхогенных слоя снаружи, это контакт слизистой оболочки с ультразвуковой волной. Далее идут два гиперэхогенных тонких слоя, это глубокие слои слизистой оболочки, включая мышечную пластинку. И далее в середине идет тонкий слой гиперэхогенный под слизистой оболочка. На гистологическом препарате отмечаются единичные недоразвитые мышечные волокна. В заключении, удвоение двенадцатиперстной кишки – это редкий порог развития, который нужно уметь диагностировать на ранних сроках развития ребенка. Эндоскопическая ультрасонография может быть выполнена и у новорожденных детей. Данный метод высоко информативен в дифференцировке сложных пороков развития желудочно-кишечного тракта и панкреатобилярной системы. Спасибо большое за внимание. Многие годы я готовился к этому. Постоянно поступаю на каких-то конференциях. Несколько дней разбирал этот текст для себя, непосредственно участвовал в этом клиническом случае, выполнял эндосонографическое исследование. Поэтому, когда ты выполняешь эти исследования сам, то и можешь спокойно об этом рассказывать. Может быть, поначалу это и было страшно, однако опыт моих коллег старших, которые уже я перенял на себя, дал полное спокойствие при выполнении эндоскопических исследований даже однодневным новорожденным детям.